Добрый день! Не так давно я рассказывал про шип моды 3х3 от компании Dionsheng и среди них была шестиугольная бипирамида кубик 3х3 в виде вот такой вот двойной пирамидки но у Dionsheng в этом форм-факторе есть и версия 4х4 в которой и цветов побольше если у 3х3 эти цвета повторяются и всего их 6, то здесь все 12 название у этого шип-мода уже 4х4 это Dionsheng Kite Octagonal Con не знаю где здесь октагонал, пирамида все-таки шестиугольная я даже пересчитал углы, но будем ее шестиугольной бипирамидой 4х4 называть можно присмотреться, что здесь в основе лежит кубик 4х4 вот центр красный, желтый, розовый, синий таких центров из 4х элементов 6 штук а вот уголки какие-то здесь нарощены то есть здесь что-то скошено, здесь нарощено, получилась другая форма вот обычная четверка для сравнений размер примерно такой же, ну наверное здесь 63 мм какие-нибудь ну не считая этих выступающих частей цветов стало больше, более того, центральные элементы некоторые стали двухцветными стандартные они должны быть одноцветные, а здесь цветов два причем два у этого и два у этого, они по диагонали и на всех гранях именно такое расположение при сборке это будет важно цвета конечно странные на основных элементах ну чтобы как-то хоть ориентироваться в 4х4 здесь фиксированных элементов нет поэтому нужно хоть как-то что-то запомнить белый, красный, а тут голубой потом розовый, потом зеленый ну можно запомнить белый, розовый, зеленый ну либо смотреть по уголкам вот уголок, который заходит на три основных грани да, здесь цвета в таком порядке белый, светло-зеленый, красный ну можно по-разному ориентироваться давайте начнем собирать белый, розовый а потом светло-зеленый, а дальше как пойдет напротив светло-зеленого будет голубой а напротив розового красный перемешаем форма интересная ну и собираться должен как 4х4 вращает кстати вполне достойно учитывая возраст головоломки она наверное древняя даже не знаю точный год выпуска но магнитных тогда еще не делали чем-то похоже на мою аосу старую-старую ну конечно похоже но в любом случае вращать можно вот в перемешанном состоянии форма куба становится более узнаваемой и это можно собрать начнем с белого сначала соберем как-нибудь вот пара элементов есть объединим и еще пара элементов раз-два ставим рядом но помним что вот эти двухцветные центры должны быть по диагонали то есть не рядом это конечно можно понять и в процессе сборки но лучше мы сразу поменяем их местами а здесь это можно сделать легко просто пересобрать полоски а когда центры будут уже почти все собраны придется использовать теперь вот у нас двухцветные напротив дальше соберем розовый в любом месте вот два розовых еще полоска розовая и следим чтобы у нас двухцветные были в диагонали все хорошо белый розовый здесь должен быть светло-зеленый здесь видим сразу два двухцветных зеленых центра рядышком это нехорошо будем разделять делаем вот такую полоску а ее можно сразу вот сюда вот на место ставить так и еще один элемент да я сейчас не собрал противоположный это можно было сделать противоположный белому то есть желтый можно было собрать давайте исправим этот недочет вот и раз двухцветные напротив дальше напротив зеленого должен быть синий но на оставшемся месте красный я специально разделю вот эти двухцветные так и дособеру синие двухцветные по диагонали а красный а красный рядом но это вполне ожидаемо проверим цвета белый розовый зеленый напротив зеленого голубой напротив розового красный напротив белого желтый все цвета вроде в порядке но теперь нам нужно вот эти два переставить для этого мы будем использовать алгоритм т первым из кубика три на три но все движения правой грани будем делать двумя слоями остальные одним то есть р это два слоя р у р штрих у штрих р штрих ф р два у штрих р штрих у штрих р у р штрих ну и штрих можно сделать хоть и не обязательно и два вот этих элемента местами поменялись и вот теперь они напротив первый раз я собирал не так так как перемешал особо не приглядываясь сейчас это моя вторая более осознанная сборка дальше собирать будем ребра то есть я иду по методу для начинающих хотя буду использовать и другие алгоритмы вот уже теперь он пригодился смотрим что же можно объединить можно конечно начать с белых цветов если мы не запоминали как выглядят ребра давайте так и поступим крупные белые цвета ну крупных тут кстати немного давайте какие-нибудь подведем и посмотрим что получится вот этот поближе ну как-то не подошел а если так то так хорошо здесь к нему должен примыкать какой-нибудь тоже белый с каким-нибудь возможно красным бело-красный есть такой здесь бело-красный угол вот какой-то бело-красный синим давайте посмотрим если мы два вот этих ребра объединим как это можно сделать ну по методу для начинающих вот они стоят на одном уровне все можно сначала примерить вот так примеряю и что-то не очень не подошли а не подошли они потому что вот этот элемент не с красного центра а с розового вот и розовый центр надо еще и повернуть чтобы все хорошо стояло вот так бело-розовый да и здесь должен быть еще бело-розовый а есть ли у нас такой бело-розовый элемент там могут быть и другие конечно цвета какой-нибудь бело-голубой или здесь дополнительный цвет вот этот можно попробовать пристроить сюда поближе подведем но он не подходит значит другой а, ну заодно мы заметили что скорее всего здесь должен быть белый еще либо с зеленым либо с серым может быть еще вот этой стороной центр повернут значит вот бело-розовый какой-то так ну вот и нашелся элемент бело-розово-серый теперь как их объединить можно либо по методу для начинающих либо замены здесь удобнее замены так как они уже комфортно стоят то есть соединяем как в 5х5 фрисвайсом только мы будем центры восстанавливать и вот это вот ребро ставим сразу на свое место получилось вот так ну розовый подвернем хоть этого делать и необязательно вот таким образом и собираем конечно после пары тройки сборок все вот эти вот парные элементы они запомнятся их не надо будет вот так вот подбирать ну давайте продолжим что еще можно здесь вот какой-нибудь фиолетовый с белым вот такой вот фиолетовый есть куда подойдет не очень фиолетовый с белым это белый так поставим поближе вот стоит неплохо по рисунку можно догадаться что здесь должен быть чисто фиолетовый элемент поищем такой вот он поставим их напротив давайте покажу другой способ вот они стоят на одном уровне можем как метод для начинающих сдвинуть половину кубика сделать флип R U F F F F и вернуть половину кубика и видим что вот оно ребро на месте ну это конечно убежало немного но можно вернуть а еще можно даже довернуть чтобы что-то совпадало получается раз два два ребра уже есть ну чем дальше тем проще дальше здесь здесь ну по рисунку видно что вот серый и тут серый центра стоит вроде похоже сюда нужно бело-синее что-то бело-голубое похоже вот на это да видим что подходит к нему нужен второй такой элемент с похожими цветами тоже бело-голубой бело-синий красный бело-голубой похож похож попробуем их поставить рядом уверенности нет да совпадает но опять можем то не на разных уровнях их объединить заменить на несобранные и вернуть при этом у нас конечно разбегаются другие ребра но их недолго восстановить так и вновь собранные вот это под не этой стороной вот так три ребра белого центра уже есть даже с боковыми центрами почти все совпадает кроме вот этого он нам сейчас пока не интересен все равно потом перевернется осталось вот здесь и видим что здесь уже синий а нет синий плохо подходит плохо какой-то был у нас белый синий красный вот такой вот лучше его наверное развернуть да вот так вот подойдет а сюда чисто синий чисто синий вот этот вот они на разных уровнях объединяем заменяем на несобранный возвращаем так ну восстановим что съехало то можно и не делать ну чтобы поначалу ориентироваться бывает полезно еще один ну вот что-то получилось и вполне неплохо тут даже боковой совпадает центра тут нет но если повернуть все будет хорошо первые четыре ребра готовы сделаем теперь то же самое на противоположной грани на желтой аналогично нас уже снизу искать не надо здесь вот стоит желто-красное к нему какой-то нужно тоже желто-красное желто-красное вот такое есть давайте сним я сделаю аккуратно чтобы не разрушить собранные нижние ребра опущу на средний слой и тут любым способом буду собирать желто-красное желто-красное давайте их объединим через клип так ну да похоже забросим наверх ну вот не совпадает да давай сделаем хотя позже это будет уже проблематично делать вот так красиво ну и с красным центром будет совпадать вот так так дальше что еще желтое у нас есть вот какой-то крупный элемент и рядом с ним наверное какой-то еще должен быть желто-зелененький желто-розовый вот похож опускаю вниз объединяю да сошлись заменяем на несобранный возвращаю нижние ребра у нас до сих пор все красивые так что у нас тут раз-два есть дальше желтые здесь вот желто-темно-красный и нет такого второго а к нему он должен быть наверное просто темно-красный вот а хотя вот они и кстати можно прямо здесь собрать сдвину верхнюю часть сделаю клип верну так что получилось нет это оказались не те ребята не подошли надо тогда собранное вернуть а то они разбежались немножко или это вот сломал так одно ребро видимо сломал так давайте вот эти объединим так это вниз желто-красное и это такое же соединяем нормально заменяем на несобранное возвращаем так вот у нас сверху пусть неправильно ориентировано это не важно так верхний почему-то наоборот снизу бежал так раз два еще желтый вот два желтых и еще и еще вот к этому наверное вот это ребро подойдет давайте его опустим и примерим да она заменяем на несобранное и хорошо раз два три ну и осталось одно мы уже понимаем что вот к этому желтеньку подойдет чистый зеленый цвет он где-то здесь есть заменяем на несобранное и отменяем в итоге у нас сверху еще четыре ребра ну и снизу четыре ребра дальше нужно собрать четыре боковых одно есть ну давайте вот эти два через флип так здесь здесь не осталось еще два они соберутся одновременно еще один флип так и здесь у нас уже все ребра собраны у нас еще собран почти крест осталось его только чуть подправить центры разворачивались значит вниз нужно серую часть центра поднимаем ус вставляем ребро не так вот так чтобы совпадали по цветам и опускаем вниз здесь серый направо так дальше тут что фиолетовый можно конечно и заранее выставить но шанс того что центр развернется присутствует придется два раза делать одно и то же а может я просто был неаккуратен так тоже бывает так вот теперь это собранный крест далее ну и в туалет здесь тяжело тяжело собираем уголки их тут три кажется на одном слое одноцветных и один многоцветный вот сюда нужен маленький фиолетовый не вижу сюда маленький серый вот он ну вероятно таким образом он поставится да дальше маленький фиолетовый не появился здесь бело синий вот этот ну как в обычном три на три поставится обратным пиф-пафом и синенький вот этот вот как в шейп-модах разными пиф-пафом можно поставить так фиолетовый еще должен появиться вот фиолетовый и так не хочет так не хочет значит типа три пиф-пафа первый слой готов собираем ну второй третий в 4х4 или F2L как 3х3 если судить так серая серая это вот это неплохо вот так встанет значит отсюда сюда отводим поднимаем ну как в 3х3 главное не использовать ромашки значит центры развернутся дальше что-то розово-зеленое вот это здесь уже более очевидно цвет совпадает розовый слева отводим так сюда розово-красное не вижу а не розово зелено-красное зелено-желтые а нет он оранжевый цвет его я не заметил вот он зелено-красное с большим оранжевым так ну тут почти человеческая пара и сюда еще что-то красно-голубое вот отсюда сюда два слоя готовы ну улл паритет нас ждет это легко определяется так как все желтые элементы по крайней мере пары ребер имеют желтый цвет и мы видим что один правильный элемент ориентирован а три нет в этом случае как раз вот такая конструкция мы делаем паритет немножко иначе вращаем не пол кубика а средний слой перехват три раза от себя на себя справа на себя слева на себя справа от себя справа на себя на себя и два средних поднимаем потом можно довернуть то же самое мы сделаем сейчас и здесь можно с любой стороны давайте развернем вот это ребро главное не ошибиться средний слой подняли вверх два раза перехват второй раз поднимаем вверх два раза третий раз подняли вверх два раза на себя вверх два раза левый слой два раза правый два раза поднимаем один раз вверх два раза опускаем опускаем ну и два средних слоя вверх ну либо два этих опустить и вот у нас паритет решился получилась палка решаем палку получился на желтый крест пусть он не очень похож здесь вероятно будет удобно рыбками расставить ребра по местам потому что ориентация уголков не всегда очевидна если это ребро перейдет сюда то что будет надо наоборот почтовой стрелке переставить вот это пойдет сюда к красненькому и этот зеленый пойдет сюда к зеленому ну да почтовой стрелке это левая рыбка так ну и вот все ребра на местах ориентированы правильно осталось переставить углы один на месте стоит еще нужной стороной этот стоит на месте стороной тоже нужной да и мы видим что нужно переставить два угла а перестановка двух углов это паритет PLL сюда стоит он просто развернут неправильно здесь нет одинаковых элементов поэтому это исключительно паритет как решать ну тоже чуть особенным алгоритм так же как и на аксе чтобы центры не разворачивались мы сейчас поменяем два ребра потом должно наверное все получиться алгоритм будет такой вот внутрь свой дважды O2 один раз O2 дважды O2 дважды O2 один раз O2 дважды O2 и вот два противоположных ребра поменяются что интересно в первой моей сборке не было ни одного паритета я их сам моделировал чтобы проверить что они действительно есть мы попробуем сделать то же самое то есть у нас R2 O2 R O2 R2 O2 и все это дважды где R это правый внутренний швой пробуем поменяем вот эти два ребра после чего будем переставлять если я не заблуждаюсь все что мы по местам остальное ну давайте вот эти R2 O2 R O2 R2 O2 повторяем R2 O2 R O2 R2 O2 можно не делать что в итоге получилось у нас какой-нибудь хотя бы один реберный элемент должен стоять на месте а у нас на месте стоят их два а тут наверное ситуация не совсем такая как я подумал это необычный пиво паритет это вероятно что-то хуже да так как мы сейчас эти ребра не поставим уже по местам а значит центр наверное собран неправильно а то есть вот эти два элемента одинаково их можно менять можно попробовать сделать алгоритм копье не попадалось мне такой ситуации тем интереснее то есть вот эти два ребра на месте их наверное переставил совершенно зря то есть там надо повернуть центр на 90 градусов как в мастер морфиксе чтобы этот паритет ушел давайте сделаем копье вдруг поможет f может было не делать r u r u r u r r r u r u r штрих f r f штрих так что произошло произошло то что я ребра сломал почему-то будем чинить вот эти два то что-то немножко разрушается по пути так два есть и вот эти два а еще есть сломанные вроде бы нет вот так они должны соединиться но их надо сначала развернуть местами делаю флип флип и теперь их соединю так так ребра собраны но немножко разбежались уголки надо их надо быстренько восстановить так это на месте фиолетовый перевернут и там зря конечно так это я не угадал постепенно постепенно уголок и вот ребро и вот тут должен быть вот нет не этот а этот но перевернут не так так вернулись первые три слоя решим галку расставим ребра по местам на этот раз против часовой стрелки это правая рыбка так ну и смотрим один угол на месте три угла не на месте это означает что-либо копье помогло либо я не до конца понял ситуацию кто уже имел опыт с этой голомкой напишите в комментариях возможно где-то я заблуждаюсь это же сюда этот сюда этот сюда должны все хорошо встать попробуем так ну и остается просто развернуть вот эти три уголка на месте это один стоит хорошо вот у нас грань начинаем разворачивать делаю по два пиф-пафа один второй стало хорошо ну значит везде будет по два один второй хорошо подворачиваю третий так ну и все шестиугольная бип-пирамида 4х4 вроде бы собрана здесь видимо мне попались все сложные ситуации которые только могли быть ну наверное было познавательно я конечно еще дополнительно позучаю эту головоломку и наверняка найду более оптимальную стратегию сборки рассмотрю все возможные ситуации то что второй раз собирал и уже чему-то удивился будем надеяться что догадки были верны но если нет напишите в комментариях на этом все всем спасибо всем пока